всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 9 апреля у нас холод собачий вот сейчас 2 градуса 9 утра уже 10 к нам идет похолодание сегодня ночью будет минус 2 на улице сыро так неуютно иду от в теплицу прям охота куда-то в теплое место сесть и не выходить на улицу и вы обратили обратите внимание обратила птички все не поют поет одна какая-то самая-самая видать птичка оптимистка где-то чирикает вдалеке единственное что вот этому луку суворову ничего не делается он благоухает растет потому что он очень морозостойкий ему наверное нравится такая температура сейчас зайду в теплицу расскажу вам все про температурные показатели конечно в моем случае самое главное мне сохранить вот эту теплицу в которой томаты уже высажены которые не хочется выдергивать как я вчера говорила заносить на два дня потом опять выносить поэтому когда вчера начали приходить сообщение о том что всех завалило снегом что во всех районах россии ураганные ветра и там минус минусы 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 крутейшие я подумала как лучше как вот целесообразнее использовать те возможности которые у меня есть в этой теплице и еще мне написали зрители которые тоже расстраиваются переживают за меня за мои томаты они мне написали вы хотя бы подогрев грунта включите сейчас пока у вас есть электричество потому что по всем районам приходят сообщения отключили электричество у кого на сутки у кого вообще даже больше сидят со свечками я подумала действительно если не будет электричество тут уже не подогреешь не сверху не снизу я побежала вчера и включила подогрев грунта я думаю тут уже не до экономии лучше я отдам эти 100 рублей но сохранил свои посадки ну не то что сохранила создам комфортные условия если свет выключат то вот под пленками под целлофанами хотя бы вот это тепло от грунта немножко им поможет конечно я понимала что в течение нескольких часов там вот с утра до вечера грунт не сильно то прогреется потому что все таки на улице температура понижается и все равно что ни говори все остывает понемножку все остывает остывает понемножку потом вечером я подогрев грунт выключила включила нет ночь у меня она была не обогреваемая я включила придомовую теплицу погреть потому что вы видели у меня там очень много лотков и там они голенькие а здесь я закрыла пленку и все этого хватило сегодня я сюда утром вот зашла я уже была здесь в 7 утра у меня было 5 градусов на градуснике это при показаниях плюс 2 ну за стенами теплицы а ночью сегодня будет минус 2 было 5 на градуснике воздух и 10 градусов вот там внутри 10 градусов это идеальная температура вот для передержки когда на улице холодно когда я даже не открываю при 10 градусах им комфортно грунт 15 воздух там 10 а так как я не могу обе теплицы греть я вам говорила что у нас по техническим причинам электропроводка не выдержит я грею или вот эту или придомовую то сегодняшняя следующая ночь когда будет на улице минус 2 здесь уже конечно будет холоднее и если я буду ночь греть придомовую теплицу то здесь остынет все полностью у меня сегодня значит план меняется я с придомовой теплицы при минус 2 лучше занесу лотки домой потому что они мобильные их можно туда-сюда унести это здесь не выковыришь и буду сосредоточусь на согревании вот этой теплицы днем я сейчас включила вот эти инфракрасные обогреватели включила для чего потому что у меня сильно намокла вот это вот и пленка и не тканка вот из-за испарений там тепло здесь холодно вся эта вода капает на томаты и мне это не нравится что они стоят там мокрые я решила сейчас просушить я вот эту пленку сейчас уберу вот эти ткани не тканки просохнут и я буду греть вот здесь воздух для того чтобы сегодняшнюю ночь они пережили комфортно когда воздух нагрею и все просушу я тогда опять закрою пленки эти и сверху накрою еще одним слоем нетканого полотна и включу немного подогрев грунта все я думаю сегодняшнюю ночь мы переживем самое главное что не открывать двери буду сюда сюда пореже ходить полив в такую погоду не нужен мне самое главное сейчас просушить пленки и поднять температуру воздуха потому что сейчас с той стороны ночью будет идти уже прохлада я буду накрывать и преимущественно стараться утеплить вот эти вот бока крайние ряды им сегодня придется тоже хуже всего все вот такой план работы сейчас следующее видео я поделюсь с вами своим наработанным опытом что делать если все таки вдруг отключат электричество и вы не сможете включить ни инфракрасные обогреватели ни ветра дуйку ничего 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 как спасти томаты от подмерзания и